Всем привет! С вами Феликс. И перед тем, как перейти к основной теме ролика, прошу вас заварить себе чаю или чашечку кофе, так как ролик будет чуть длинный, но очень интересный. Ну и, конечно же, подписаться на этот канал, который вы сейчас смотрите, и на второй мой канал, который я продвигаю. Спасибо. Итак, сегодня мы будем говорить о таком удивительном инструменте, скажу это без лишней скромности, как СНИПЛИ. Значит, что он делает? По названию уже понятно. Вставь призыв к действию к каждому своему укороченному линку, укороченной ссылке. Вы можете проскроллить, посмотреть, что он делает. Но сейчас мы будем делать не это. Значит, инструмент имеет свой платный план, но и бесплатного нам вполне достаточно. Для того, чтобы начать, надо кликнуть вот по этой желтой кнопке большой, и нас перекинет вот на такую вот страничку с планами. Как видите, есть бесплатный, и есть платный, который начинается с 29 долларов. Хочу вам дать маленький совет. Вообще, если какой-нибудь инструмент приносит вам пользу, то переходите на платный план. Почему? Смотрите, именно этот, допустим, сайт можно зарегистрировать новый аккаунт с нового e-mail, и ничего не будет. Поэтому это, так сказать, не обязательно. Но с платным планом вы получаете определенные инструменты, убираются водяные знаки и прочее, прочее, прочее. Становится все очень более удобным. Итак, погнали. Здесь нам предлагают всякие планы. Ну, мы, конечно, выбираем бесплатный. И кликаем «Начали». Начинаем регистрацию. Значит, здесь можно зарегистрироваться как через соцсети, так и через имейл, пароль. Имя, имейл, пароль. Я зарегистрируюсь через аккаунт Google. Это все не опасно. Знаю, что многие предпочитают не делать этого, не связывать свои аккаунты с какими-то приложениями и так далее. Ну, эти приложения, они на 90% безопасны. И все. Мы в аккаунте. Естественно, всплывающее окно с их промо-роликом, который мы сейчас смотреть не будем. Закрываем это окошко. Итак, здесь нам объясняется, что мы хотим, можем сделать и так далее. И вот пришло письмо на почту. Кликаем, что все это поняли. Потому что все это я вам сейчас расскажу. Подтверждение не нужно. Сейчас посмотрим. Да, просто. Письмо, которое поздравляет. И все такое. Смотрите. Значит, мы в своем аккаунте. Сразу покажу, что делает этот инструмент. Вот на этом примере. Вот смотрите. На этом сайте. Вот на этом сайте. Который, ну, принадлежит Эминему. Или о нем. Или тут статья такая. И так далее. Всплывает вот это вот окошко, которое называется Снипер. И вот просто оно все белое на белом. Здесь вам не видно. Нету ни логотипа компании. Вот этого Снипли. Очень трудно найти крестик, которым убирается вот это вот всплывающее окошко. То есть это все нам дает платный план. Теперь смотрите, как оно действует. При клике на логотип, вот на этот логотип, мы переходим на продажный сайт. То есть через который вот продаются всякие товары. На общий сайт. А здесь вот именно на один продукт получи свою мечту. здесь. Здесь текст определенный вот написан. Кликаем по кнопке или по тексту и получаем переход именно на эти кроссовочки. То есть на сам товар. Вот приблизительно так работает этот Снипер. Теперь это все закрываем. и будем настраивать наш профиль. Вот смотрите. Здесь вот эта желтая блямба, да, которая при создании Снипа будет показывать нас без своей картинки, без ничего. Вот смотрите. Оно создается вот здесь. Создать новый призыв к действию. Сейчас продемонстрирую. Вот кликаешь сюда. И смотрите. Вот здесь сейчас появится, видите, серое, без ничего, некрасиво. здесь мое имя, здесь то, все, пятое, десятое. Но главное, что вот здесь вот, чтобы не было вот этого. И здесь было написано все, что надо. Поэтому перед этим нам надо именно сделать красивым свой аккаунт. Вот этот профиль. Итак, что для этого надо подготовить? Надо подготовить подходящий логотип, аватарку, так сказать. И погнали. Будем сейчас его подгонять. Под что я готовлю вот именно этот Сниппер, этот аккаунт? Вот смотрите. Скоро начнется президентская гонка. Трамп в ней участвует. Он об этом сообщил. Естественно, уже тратит немалые деньги. И не дай бог, конечно, чтобы он снова стал президентом. Но есть его поклонники. И я думаю, что кстати тема тоже можно подумать. И вам тоже вокруг этой темы что-то начинать уже подготавливать себе. Значит, у меня будет так. То, что я делаю. Будет направление вот на эту свою аффилированную страницу. в этой странице будет здесь выскакивать Сниппер, который будет предлагать купить и вот этот продукт тоже. То были монеты, а это вот какие-то такие вот золотые типа слитки. Оно ну чуть-чуть объясню. Они, конечно, имеют свою ценность. Но основная ценность это поддержка своего президента. тех, кто за него болеет. Плюс это сувенир, который можно подарить близким людям, друзьям, родным и так далее. То есть сам товарчик как бы имеет двойное назначение. Итак, давайте поехали. Будем готовить наш профиль. Кликаем сюда вот загрузить фотографию. И я, конечно, загружаю не свою фотографию, а тот логотип, который собираюсь показывать. Логотип должен быть размером 50 на 50. Выбираем файл. Кликаем заранее скачанный. Вот я выбрал вот такой вот профиль монетку с трампом. такую. Далее здесь надо поменять свое имя. То есть я не себя рекламирую, а что-то связанное с трампом. И здесь вот вставляется ссылочка, куда будет это все перенаправляться. То есть приклики по моему имени, приклики на этот логотип будет перенаправляться на ту страницу, которую я хочу. И вот эта страница называется она пока что ну никак можно сказать. Но я уже начал готовиться к этой тематике. Вот раскрою маленький секрет. Закинул сюда подготовил макет своеобразный и закинул вот сюда нашего Трампа. В последующем вот эти все будет страничка на Фейсбуке, в Твиттере и так далее. Вот все эти переходы для того, чтобы оно приносило пользу, надо, чтобы у вас все было так сказать разработано. Поэтому ну конечно и сайт я назову по-другому. Ну и давайте назовем его сделаем Трампа боссом. Да, вот так вот. Пусть вот это вот будет. То есть все вокруг этой темы вам заранее надо подготовить. То, что вы сейчас смотрите, сделаете все это предварительно. Подготавливаю общий блок копировать. То есть я перенаправляю на свой блок вставить. Чтобы переход был туда. И сохраняю. Сохранить. Обновить. Здесь сейчас эта блямба уйдет. Все. Теперь смотрите. Назовем вот эту вот страницу вот этот пост назовем лендингом. То есть трафик я буду изначально переводить сюда. Чтобы люди приходили сюда, кликали вот по этой кнопке и переходили вот на эту страницу. На которой будет всплывающее окно с призывом к действию для перехода вот сюда. Понятно, да? В каком плане это действует? Итак, друзья, мы увидели, как создается сам снипер. где какие ссылочки вставлять, где какие логотипы вставлять. Это мы посмотрели. Если вы смотрели мои предыдущие ролики о создании сайта на блогер и именно на ту тему, о которой мы собираемся, вот здесь есть раздел плейлисты, кликайте по плейлисту аффилиат маркетинг. Переходим вот он полностью весь плейлист, который рассказывает о аффилиат маркетинге и создаем бесплатный сайт крайне пока что ролик и смотрите вот я тут показывал где брать статьи, по каким переходом, по каким запросам. Сегодня мы будем делать уже продолжение вот снипера на этом вот сайте, о котором шла речь во всех этих роликах, чтобы было более так сказать смыслово понятно. Итак, вот у меня создан для этого аккаунта свой снипер, можно увидеть наведя мышку на вот это свой снипер вот эта активная ссылочка, вот она выглядит вот так, ну а чтобы еще лучше его было видно, перейдем вот он этот снипер, копируем его, вот он, он выглядит вот так, уже на живом сайте. И сегодня, вот как бы в продолжение, чтобы все было аккуратненько, вот видите, это вот мой снипер на чужом, абсолютно чужом, не моем блоге. Еще раз, значит, мы делаем не то, что было рассказано в тех роликах, а именно снипер делаем на чужих сайтах. Не берем статьи по теме и не копируем их себе, а просто делаем запрос в гугле «Лучшие веб-сайты на тему Таро». Если помните, вот этот тот снипер у меня был про Таро. точнее не снипер, а пост, который мы копировали. И вот здесь выводятся всякие разные сайты. Я свой снипер разместил вот здесь. То есть мне не надо писать статьи, не надо ничего делать. Вот просто очень хороший красивый сайт, который обо всем этом рассказывает. И на нем размещен мой снипер. Те, кто интересуются допустим данной темой, могут перейти по вот этим двум сейчас тут эти ссылочки активны. Смысл объясняю, чтобы было понятно. Это ненавязчивое продвижение своего предложения, своего оффера. Значит, возьмем какую-нибудь фейсбук группу, их очень много, на эту тему. И если вы будете туда просто постить, вот перейдите сюда, вам погадают на картах, ну это выглядит не очень так заманчиво. А если вы напишите в такой же группе, вот, то есть текст я вам сейчас рассказываю, вот есть такой хороший сайт, на котором очень там доходчиво объясняется, что такое там гадание по картам, тару и так далее, ну что-то такое коротенькое. Вот, пожалуйста, переходите, мне очень помогло. То есть вы ничего не предлагаете напрямую, не говорите вот, купи что-то или сделай что-то для меня полезное, просто говори, что мне помогло, тебе тоже может помочь. Денег не просишь. И скидываешь вот эту вот ссылку, вот этот сник к посту, добавляешь вот эту вот ссылочку, которую пропускают все соцсети, в любом месте можно вот эту ссылку добавить в пост и она проходит на ура. Ну и человек пришел сюда, почитал, посмотрел, а тут ваша реклама, так сказать. Вы пользуетесь текстом сайта и делаете свою рекламу на этих сайтах. При клике вот по вашему логотипу переходится на ваш сайт. Человек читал, читал, и здесь у меня написано магия бесплатна, да? Хочешь узнать свое будущее? Магия бесплатна. То есть спрашиваю, и это все бесплатно. А это уже моя аффилированная ссылка, мой товар, который я продвигаю. И при переходе я продаю вот этот товар, если ей интересно. Вот таким вот образом действует вот эта вот система. Теперь смотрите, при поиске про Keyword Everywhere я вам рассказывал, в прошлом ролике рассказывал. он, вы можете вот так вот навести, этот инструмент показывает, вот смотрите, 2 миллиона 371 тысяча посещений в месяц сайт. Вы представляете? Про гадание. Следующий, вот наводите сюда 396 тысяч посещений, 320 тысяч посещений в месяц, причем органический трафик самый ценный. Ну и так далее. Вы можете в любом сайте взять и вот я взял вот этот сайт, например. Опять мне ничего писать не надо, мне ничего не надо сюда добавлять. Вижу вот все такое, ну желательно посмотреть, выбрать такие, где у них у самих, хотя это и не важно, нету платных объявлений, вот они там предлагают что-то платно, не мешает абсолютно. И вот сейчас вот здесь у меня должен появиться мой снипер. Как это делать? Можно делать очень простым способом. снипер готов, мы его уже сделали. Просто напросто берем ссылочку на этот сайт, именно которая нам из гугла выдана. Взяли ее, заходим сюда, вот видите сверху, быстрый снип. Вставили ссылку и быстренько снипнуть. На желтую кликаем. Вот подгружается этот снипер, вот появился второй сайт, на котором опять же есть наш сниппер. Скопировали эту ссылку и опять то, о чем я рассказывал. Зашли в какую-нибудь соцсеть, в какую-нибудь группу в любом месте и написали соответствующий текст и добавили вот эту вот ссылочку. Вот она в браузерной строке и сейчас этот сайт откроется с моим снипером. Вот видите? Вот мой снипер появился на этом сайте. Итак, образом, вы можете хоть на 20 сайтах, вот сейчас видите, вот это то, что я сначала взял, ссылочку здесь взял. Если обновить снипер, здесь не появится, здесь не будет снипера. снипер будет вот по той ссылке, которую мы со своего кабинета взяли. Вот это надо представить себе. И ее мы расшириваем, вот эту ссылочку, по всяким группам, сообществам и так далее. Этих сообществ, почему я вам с самого-самого начала рекомендовал всем зарегистрировать как можно больше все разные соцсети, чтобы через них вот это все один раз сделал снипер, один раз подгрузился и размещай где хочешь. Теперь, перед тем, как начать ролик, вот я сделал этот поиск и наткнулся на вот это вот 90 лучших блогов про Тару. Переходишь, вот смотрите, что это за сайт. Видите, что за сайт? Посмотрите, что когда у вас есть свой блог, то есть вы можете взять там, не знаю, всякие промоушены и делать, но когда вы делаете свой блог, не исключено, что по вашей теме вы наткнетесь вот на такой же такой же сайт и смотрите, submit your блог. Я не пробовал, честно говоря, пока не пробовал. Возможно, что мой блог тоже появится среди этих. Ну, невозможно, он и появится здесь, просто он еще сырой, вообще без ничего. Вот видите, продолжить, как Феликс. То есть это связано с блогером. Ну, связочку представляете, чем хорош Google. Продолжить. Здесь появится мой блог. Извиняюсь. появится мой блог. Но сейчас мы сделаем следующее. Мы возьмем эту ссылку, скопируем. Опять перейдем в наш кабинет снипли. Ставим вот эту ссылку сюда и сделаем квик снип. Вот, пожалуйста, появился этот снип и на этом сайте. И опять же, берем, представили, да, масштабирование. Эту ссылочку вставляем и всем там желающим, которыми continue. Так, окей. Надо тут зарегистрироваться, скорее всего, поэтому и не появляется. Так, минутку, минутку. Скопировать. Ага, понял. У меня на бесплатном плане два сайта. Поэтому в самом-самом начале то, что я говорил, что надо заиметь платный план, платную подписку. Я там послушал потом себя платный план. То есть вот так вот это все действует. Представили, да? То есть я могу здесь впоследствии давайте вроде получается, что потихоньку, потихоньку я сначала взял это гадание как бы для показа, но оказывается тема видите довольно-таки довольно-таки приличная. И пожалуй на этом закончу закончу этот ролик. Будут вопросы пишите в комментариях. Ссылка на Снипли будет в описании к этому ролику и в первом комментарии. Потому что я смотрю там по трафику блогеры пока что в том сайте который сделал для желающих там пока что не так просто ориентироваться потому что много лишних переходов. Меню надо там подкорректировать. Итак на этом все всем удачи всем пока с вами был Феликс. Феликс.